Путешествие к соседям Саранск, столица Мордовии. Республиканский центр. Город, в котором живет более 300 тысяч человек. Очень яркий, самобытный и гостеприимный. У этого города свое совершенно особое лицо. Саранск не похож на своих соседей Пензу и Ульяновск с их провинциальным дворянским модерном и похож на Казань и Нижний Новгород, где столичная жизнь кипит на фоне стен древних Кремлей. Он совершенно другой, хотя его история напоминает истории многих больших городов Среднего Поволжья, основан в 17 веке как крепость засечной черты. С изменением южной границы России потерял свою защитную роль и стал торгово-купеческим центром. В отличие от соседей, современный Саранск не стал держаться за свою историческую идентичность и пошел вперед. Последние десятилетия он воссоздал себя заново. Здесь в центре вы не найдете старинных улочек или проспектов из стройных хрущевок. Здесь нет стилистического единства и верности какой-то одной эпохи. С точки зрения архитектуры Саранск очень эклектичен. Здесь в один ряд могут выстроиться сталинский ампир, модерн 19 века, деревянная усадьба и современная многоэтажка из стекла и бетона. Но это удивительным образом не бьет по глазам, а напротив придает городу особый шарм. У Саранска очень свежий, моложавый и цветущий вид. И это ему очень идет. Изменяться старый Саранск стал 20 лет назад. И началось все с канонизации русской православной церковью адмирала Федора Ушакова. Это был такой вот первый пик перестройки, когда ты уехав на два месяца из города, ты мог вернуться и не узнать улицы. Тогда вот соборную площадь, вы видели ее в 2006 году, буквально за два месяца возвели. До тех пор кафедральным собором Саранска была небольшая церковь Иоанна Богослова. Ее возвели еще стрельцы, служившие в гарнизоне Саранской засечной черты. Здание с тех пор осталось практически неизменным. Вмещало оно в себя около 300 человек. И, конечно, для столичного Саранска было маловато. Поэтому, когда саранчане в начале 2000-х годов начали роптать против перестройки центра города, главным аргументом новаторов стало строительство нового кафедрального собора, посвященного покровителю Мордовии, праведному воину Феодору Ушакову. Вскоре город преобразился. Теперь его центр венчал красавец Белокаменный собор. Наш собор является самым высоким культовым сооружением по Волжье. Высота его составляет от основания до вершины креста около 70 метров. Собор построен в стиле классицизма и венчает его девять куполов. Все девять глав покрыты сталью, которая имеет нитрититановое покрытие. И вот за счет этого покрытия и создается эффект позолоты. Позолота ни грамма нет на куполах, но зато много сусального золота использовалось во внутреннем образстве собора. В новом кафедральном соборе святого праведного воина Феодора Ушакова одновременно могут поместиться до 3000 человек. В нем три предела. Центральный, освященный в честь святого праведного Феодора Ушакова, правый, в честь Серафима Саровского, и левый, в честь новомучеников-исповедников мордовских. В соборе очень много ковчегов с мощами. Все они были привезены с разных концов православного мира. Хранятся они в алтаре, а в празднике выносятся на публику, чтобы православные могли к ним приложиться. Вот самый большой ковчег, мы с вами видим, там находятся мощи кивопечерских святых и оптинских старцев. Очень редкие мощи в соборе убиенных вифлеемских младенцев. Мария Магдалина, Александра Свирского, Николая Чудотворца. Ковчег выполнен в виде ладьи. Там хранятся мощи нашего святого праведного Феодора Ушакова. И совсем не обязательно куда-то ехать очень далеко, чтобы приложиться к святыне. В сокольной части храма размещены крестильная церковь преображения Господня с Бабтистерием, актовый зал, классы воскресной школы, трапезная, просфорная, кабинет настоятеля, комната для священников, ризница и библиотека. Наверху храма, под самым куполом, есть обзорная площадка, куда в погожий день пускают всех желающих полюбоваться на Саранск с высоты птичьего полета. Впрочем, обзорка на Кафедральном соборе – не самая высокая точка города. Если вы приехали в Саранск ненадолго, и времени осмотреть весь город у вас нет, вам точно нужно выплывать на обзорной площадке Мордовского государственного университета. Отсюда весь город как на Донне. В отличие от своего московского тезки, Саранский МГУ на свою обзорную площадку пускает всех желающих. Записаться на экскурсию можно в музее университета на первом этаже. Цена посещения чисто символическая – 100 рублей для взрослых и 50 для детей и студентов. Виды, открывающиеся с высоты, несомненно, стоят больше. Отсюда видно все главные достопримечательности Саранска. Кафедральный собор, здание музыкального театра, спортивную арену и еще одну центральную площадь Саранска – площадь Тысячелетия. Это самая молодая, самая красивая площадь города. Она появилась в 2012 году. И не случайно 23, 24 и 25 августа в Саранске проходил грандиозный праздник единения мордовского народа с народами российского государства. Мордва, пожалуй, самый удивительный народ России. И прежде всего потому, что его просто не существует. Это собирательный этноним для двух коренных народностей – Мокши и Эрзи. Они жили на Приволжских землях задолго до пришествия сюда русских. И их дружба с Русью началась задолго до того времени, как Среднее Поволжье отошло России. Был обнаружен Мокшанский могильник у села Кельгино. Он и получил такое название – Кельгенинский могильник. И вот в этом могильнике были обнаружены подвески с изображением трезубца Рюриковичей. Это увеличенная подвеска. На самом деле она небольшая, она такая маленькая, с ушком. Она не представляет никакой ювелирной ценности. Она бронзовая. Это историческая ценность. Ну, это историческая, да. Возраст находки датировали 10-11 веком нашей эры. Историки пришли к выводу, что это отличительный знак, выдававшийся киевскими князьями их мокшанским товарищам. А это значит, что могшие русские существовали в мире и согласии уже много веков назад. Находка подвески послужила поводом для празднования тысячелетия дружбы двух народов. Для Саранской это означало очередное обновление и перестройку. Центр города вновь перекроили. Здесь появилась площадь тысячелетия. Площадь тысячелетия – огромная зона отдыха, более 30 тысяч квадратных метров, выполнена в европейском современном стиле. Летом здесь много зелени, стоят лавочки, мало архитектурной формы. Но главной достопримечательностью является фонтан «Звезда Мордовии», один из самых высоких в России. В зимнее и зимосезонное время фонтан, конечно же, не работает. А вот летом высота струй «Звезды Мордовии» – 45 метров. До недавнего времени это был самый высокий фонтан в России. Но зрителей он привлекает не только своими масштабами. Удивительно светомузыкальное шоу, которое устраивает «Звезда Мордовии». Фонтан выдает даже трехмерные изображения на поверхности воды. К сожалению, все это увидеть можно только летом. Зато сейчас прекрасно видна еще одна особенность фонтана. Солярный знак в основании фонтана на площади Тысячелетия можно увидеть только сверху. Солярный – значит символизирующий солнце. Это дань культурам Мокша и Эрзия. Если смотреть на площадь Тысячелетия сверху, видно, что брусчатка на ней выложена национальными эрзианскими и мокшанскими орнаментами. Знак, изображающий солнце – их неотъемлемая часть. Когда-то очень давно оба народа были языческими и поклонялись солнцу. Вера ушла, но символ ее остался глубоко в традиционной культуре мордовских народов. Стилизованную восьмиконечную звезду в Саранске можно увидеть часто. Она стала одним из главных символов города наряду с лесой. А в 1781 году у города появляется официальный герб. На сером поле бежит красная лиса от трех стрел. В екатерининские времена лиса на гербе Саранска стала символом одного из главных промыслов мордовских земель – охоты. Сегодня в городе на рыжую красавицу, если кто и охотится, то исключительно туристы. Да и те с целью сфотографироваться и погладить. Уже по вытертому носу лисы можно догадаться, что на удачу надо тереть именно его. Но даже местные жители не знают, что если потереть еще и хвост, то прибудет богатство. Лисичка на мостике возле музея Эрзи – настоящая кладезь для туристов, всегда ищущих способ легко разжиться удачей. Если потереть бронзу вам покажется недостаточно, то в двух шагах от лисички – шары с предсказаниями. Крутишь и ждешь, чего тебе пожелает город. Вообще, интересная и забавная скульптура и памятник в Саранске стоят отдельного рассказа. Веселый дворник, старуха-шапокляк, многодетная семья, полицейские девочка. И это не считая серьезных монументов, вроде памятника Феодору Ушакову, патриарху Никону, стратонавтам, солдатам Первой мировой войны. Есть в Саранске и памятник Пушкину, а еще есть парк его имени и библиотека его имени. Нет, Александр Сергеевич не был в Саранске. И мордовских корней у него тоже нет, хотя, как шутят саранчане, они над этим работают. Просто Александр Сергеевич очень интересовался Саранском в связи с пребыванием в этом городе Смутьяна Пугачева и упомянул город в своем историческом труде. За это саранчане ему и благодарны. А вот данный памятник открывал современный уже, очень ответственный любитель Пушкина Владимир Владимирович Путин. В 2001 году с первым приездом в Саранск он открывал памятник, это первое, что он сделал, догадаетесь, по руке. С тех пор пожать руку Александру Сергеевичу считается доброй традицией и у жителей, и у гостей города. Чтобы не искать все необычные скульптуры по Саранску, копии всех самых интересных и важных его памятников можно увидеть в Мордовском Республиканском Объединенном Краеведческом музее. Здесь же можно познакомиться с историей, природой и этнографией Мордовии. Это один из богатейших музеев республики. Его фонды насчитывают более 230 тысяч предметов. Но особенно потрясает здание, в котором расположилась краеведческая экспозиция. Впервые мы оказались в таком шикарном и современном музее. Наш музей был основан еще в 1918 году, но своего собственного здания не имел. Музей неоднократно переезжал из одного исторического здания в другое. Пока, наконец, в 2018 году мы не открыли свою постоянную экспозицию во вновь построенном здании музейно-архивного комплекса. Нарядный дворец с куполами и башенками, в котором расположился краеведческий музей, видно издалека. И появился он к 2018 году не случайно. В 2012-м Саранск был выбран одной из площадок для чемпионата мира по футболу. Для самих саранчан это стало полной неожиданностью. Город приготовился к очередной перестройке. В кратчайшие сроки выросла арена для Мундиаля, поменялись дорожные и технические инфраструктуры, вырос новый микрорайон, появились современные культурные объекты. Спорт стал мордовской нефтью, как шутят сами саранчане. Он преобразил город. Несмотря на то, что Саранск относительно небольшая столица, всего 300 с небольшим тысяч человек, здесь очень много больших спортивных объектов. Два дворца спорта, спортивная арена, дворец водных видов спорта и ледовый дворец. Спорт здесь процветает. Неудивительно, что именно в Саранске наша команда познакомилась с видом спорта, о котором раньше даже слыхом не слыхивала. Одним из самых красивых, грациозных, захватывающих и зрелищных. Синхронное катание на коньках. Любой прохожий в России знает, кто такие Алина Загитова и Евгения Медведева. А вот спроси, например, про питерскую команду «Парадис», которая не раз уже становилась чемпионом мира по синхронному катанию на коньках, он тут же растеряется. Почему-то при бешеной популярности в России одиночного и парного фигурного катания их более зрелищная версия, любовью широкой публики, обделена. Между тем, международные чемпионаты по этому командному виду спорта проводятся уже 40 лет. И российские фигуристы традиционно показывают сильный результат. В целом, синхронное катание на коньках мало чем отличается от парного. Те же элементы, те же критерии оценки, те же технические требования. Разве что налет в нем выходит от 12 до 16 человек. Говорят, что именно поэтому Международный Олимпийский комитет все никак не решает соввести синхронное катание на коньках в число олимпийских видов спорта. Уж слишком сильно возрастут расходы, организаторов соревнований, в которых будет участвовать так много народа. Но, несмотря ни на что, популярность этой спортивной дисциплины и в мире, и у нас с каждым годом растет. На чемпионате и первенстве России, которую мы застали в Саранске, участвовали 20 команд со всех концов страны. Большие всероссийские соревнования проводятся в Саранске довольно часто. Последние десятилетия и международные чемпионаты здесь тоже не редкость. Не только спорту богат Саранск. Он запросто заткнет за пояс любого соседа по количеству театров в городе. Считайте сами. Драматический, национальный, музыкальный, два кукольных, филармония, мхатик и театр песни. Мы для своей культурной программы выбрали травиату. У нас свой театр музыкальный. Через два года исполнится 90 лет. Они были основаны в 1935 году. Изначально у нас так оно и продолжается. Две труппы. Это оперная труппа и в репертуаре оперы. Собственно, оперы сами, опереты, музыкальные комедии, мюзиклы. Есть еще балетная труппа. В репертуаре Саранского музыкального театра Чайковский, Римский, Корсаков, Верди. Самые громкие балеты, самые известные оперы. Есть музыкальные комедии и опереты. Отдельно программа для детей. Репертуар настолько большой, что труппы уже не хватает. Только этой зимой музыкальный театр представил публике несколько премьер. Пользуются популярностью и камерные концерты симфонического оркестра. Но пальму первенства традиционно держат самый изящный жанр. Балетный репертуар, конечно, я не знаю почему, но его приветствуют саранские зрители. Очень много у нас приезжает из Пензы зрителей, из соседних областей, кто на границе с нами находится, очень часто приезжают. Балеты оперы обычно считаются консервативными жанрами. Однако работники Саранского музыкального театра признают, старыми шаблонами молодежь в театр не затянешь. Для современных молодых людей и форматы должны быть современными. И тут театр не боится экспериментировать. Сначала вот у нас была «Пиковая дама». Это такая вот необычная была постановка совершенно. Когда там все на сцене двигается, карты огромные двигаются и так далее. И хор там девушек поет из граммофона, например. Ну, все в современных костюмах. Вообще действие переносилось в 90-е годы в Россию. Вот такие удивительные постановки можно посмотреть в гостях у наших соседей-саранчан. А на нашем маршруте осталась последняя точка. Мордовский и Республиканский музей изобразительного искусства имени Степана Эрзи. Гордость саранчан. Современный центр искусства европейского уровня. Что, в общем-то, вполне подстать его главному герою, известному на весь мир, скульптору. Настоящая фамилия воятеля – Нефедов. История появления его псевдонима очень трогательная. Когда он учился в Московском училище живописи вояне и зодчества, учился он с весьма известными в будущем скульпторами, живописцами, которые не всегда дружелюбны, может быть, немножко пренебрежительно относились к нему. И всегда говорили «Эй, Эрзи!». Его всегда это задевало, обижало, и он всегда говорил «Если на мою долю выпадет хоть чуточка славы, я обязательно ее посвящу своему народу». И Эрзи вспомнил свое обещание. Благодаря Степану Дмитриевичу народ Эрзи теперь известен по всему миру, а его собственное имя на устах у всех, кто интересуется искусством. Удивительный и запоминающийся стиль резьбы по дереву, необычные сюжеты, выбранные и для изваяния. Особая манера изображения героев делает его работы узнаваемыми и выделяет их на фоне работ других скульпторов. В Саранском музее собрана богатая коллекция работ Эрзи. И у каждой хочется остановиться и подолгу рассматривать. Только так можно подметить все детали и особенности работ удивительного мордовского мастера. Вот и сам Саранск предстал перед нами словно работа самобытного мастера, который хочется рассматривать, который поражает своей непохожести на других и который хочет возвращаться снова и снова. Невероятное свойство города притягивать и бережно хранить даже те истории, которые коснулись его лишь скользь. Его столь редкое для провинции умение не держаться за прошлое, не гнаться за будущим, а жить настоящим. Его открытость, гостеприимство и умение удивлять делает Саранск одной из самых ярких и радушных столиц Поволжья. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok